всем пламенный привет пламенный холл как меня уже там иногда даже дразнит короче ребята вы на канале есть family van и мы с вами в жаркой солнечной флориде город наиплс я даже закрыл крышу кто говорил что нафиг не нужна панорама со многими согласен но нет иногда когда пасмурно я открываю и прикольно короче смысл ребята в том что вдруг то впервые на канале меня компания я сдаю в аренду автомобилей я помогаю купить продать автомобили я помогаю ну в основном подобрать автомобиль при этом это не я уже это целая компания есть нас менеджмент есть у нас офис ребята работают ищем автомобиль вашей мечты и при этом я делаю обзоры на автосалоны цены прямо с полей считаем отправляем вашу страну работаем с партнерами с работаем с с эмиратами с казахстаном с разными странами работаю со многими шиперами в принципе ну знаете рынок америки америка большая страна но рынок америки допустим с русскоязычными в принципе все друг друга так или иначе через кого-то как-то знает поэтому честно говоря ну так вот недавно общались замечательной компанией царь к кара экспорт короче тоже очень классный ребят давно я через них и отправлял уже машины заказчиком казахстан так что работаем знаем в общем все нормально кому понадобятся автомобили ваши мечты без проблем у нас я показываю рассказываю иногда про город я иногда рассказываю не в связи про всякие ох оптику блин я рассказываю про разные штучки чувак на бронка поехал ребят бронка такой стоит 250 тысяч долларов он поехал капец не успел вам заснять нормально и так значит комментариях вы можете найти ссылку на мой телеграм-канал там я все время выкладываю автомобили и цены ребята там цены которые включают себя уже 99 процентов случаев это полностью цена в порту на отгрузку то есть купили застраховали довезли постоянно стоянки получили документы отправили в порт вот эта цена которая в порту здесь сша доставка до казахстана я обычно пишу что 6 тысяч долларов в районе прож бывает и 5 бывает и 6 500 в зависимости от того с какой площадке отправляем насколько я загружена площадка и так далее ребят единственное но большое но обращаю ваше внимание что я занимаюсь только автомобилями из автосалонов с небольшим пробегом или новыми но официальными подтвержденными то что в принципе покупается как для внутреннего рынка поэтому в общем такая специфика именно моей работы на работу нашей компании нашей команды поэтому это не значит что мы не можем подобрать вам автомобиль ну как бы с пробегом больше можем и так но как правило это будут автомобили которые ну они чистая история не имеют карфакс они имеют все гарантии здесь сша поэтому соответственно и доставляет меньше проблем и так ребята мы с вами в город наипус город наипус это всего 25 тысяч населения я вам показывал число автосалонов которые в наипус у нас здесь есть это все принципе начиная от рейдж овера ferrari огромный автосалон автосалон естественно aston martin rolls-royce я все это показываю постоянно я объезжал даже мне какое-то было видео какое-то было видео многие постоянные зрители смотрели огромное число автосалонов огромное а при этом у нас два в салонам бмв сейчас строится второй огромный lexus я покажу площадку и мы с вами прямо вот от этого ролика засечем и капец стройка в общем сейчас еще поле но я думаю что в течение ближайшего года наверно они построят точно может быть и раньше очень посмотрим но строят быстро то есть это второй автосалон на нашу эрию по допустим lexus да капец все было все есть понятно есть toyota понятно есть volkswagen audi porsche короче есть все что это даже есть alfa romeo автосалон тоже показывал автосалон лотус там же у нас вместе но не было ламборгини и так ребята встречайте наконец-таки у нас автосалон ламборгини открылся недавно и давайте вместе посмотрим будут цены обязательно покажу то что я стараюсь всегда показать вам цены но салон еще новый счет только-только вот буквально неделю назад они анонсировали открытие и короче посмотрим потому что ламборгини ближайший нас было в сарасоте туда в сторону тампы и я так понимаю недовольны были жители что приходилось и обслуживание покупать то есть ну доставка вот это все и в итоге открыли что вы понимали рядом в двух часах езды майами от нашего города и примерно в двух часах находится город сарасота то есть там есть уже естественно автосалон ламборгини и здесь мы с вами короче теперь тоже у нашего города тоже есть салон ламборгини ох ох уж эти ребята которые могут делать все что угодно давайте глянем ладно так ребята вот такой вот небольшой но очень уютный новый автосалон ламборгини у нас на и пос при этом тут продается как всегда есть еще то что сдают трейд-ин паршаки вот стоят пожалуйста там он даже гелик стоит и так ребята ферруччо ламборгини ну многие мои зрители подписчики супер профессионалы которые очень много знает об автомобиле помогать не периодически подправляют где-то дополняют спасибо вам огромное за это здесь куча всего у нас вот уже видите представлено это причем видите это явно сдавали в трейд-ин и ребята соответственно эти машины теперь тоже продают так вот давайте кратенько пробежимся для тех кто вдруг не в курсе про историю основатель ферручо ламборгини рожденный кстати под знаком тельца именно поэтому мы с вами видим быка на логотипе просто он родился под знаком тельца вот такая фишка соответственно ну там есть много версий много там домыслов мы не будем вдаваться в подробности по поводу того почему он перешел к производству у него много компаний по человекам был не бедный коллекционирую автомобили и в итоге сделал свое при том при всем что он занимался тракторами изначально вот допустим у ребят с которыми я хорошо общаюсь в майами там майами суперкар есть такой там англичанин один вот у него есть один из первых тракторов ламборгини в общем фишка в том что тракторных дел мастер залез в рынок лакшери коров спортивных машин и в общем сделал это крайне крайне удачно и в итоге теперь мы с вами я очень люблю эту марку мне очень нравится дизайн намного больше чем ferrari то есть из всех ferrari у меня только ferrari рома вот здесь вот к эти представленные вызывает действительно трепет потому что ну не знаю мне она нравится вот лично но это такое знаете мнение мнение субъективно у всех свои вкусы при этом вот в красном свете она кстати не очень хорошо она как-то сливается со всеми остальными ferrari вот она ferrari рома и цена цена а цены а вот есть 245 люблю цены 245 тысяч долларов стоит 39 при этом литра посмотрите в общем 4000 4000 пробег ребят напоминаю что мы отправляем машины в разные страны и отправляем любые автомобили практически есть новая абсолютно есть небольшим техническим пробегом и возможность соответственно покупки и без налога потому что все знают что в сша есть налог так вот здесь у нас с вами bentley flying spure в 12 bentley у меня вообще большая дружба и там вот есть цена 189 20 год 10 тысяч его пробег так есть еще у нас с вами роус-ройс кост и 20 тысяч пробег и 169 тысяч 169 тысяч ну bentley я постоянно показываю поэтому вы это все уже видели у меня часто у меня большая дружба с салоном я часто у них бываю и снимаю их ассортиментный ряд здесь у нас с вами а сан martin dbx моя любовь моей жизни 177 я жду когда он еще подешевеет и я его обязательно куплю потому что мне очень хочется вот просто покататься я знаю знаю что это пустая трата денег но блин он он очень красиво вообще ребята я сторонник вы знаете я сторонник того чтобы мечты сбывались мы живем один раз как показывает практика жизни короткая штука там некоторые теперь еще обещают взорвать над сибирью ядерные бомбы поэтому были надо успеть все попробовать все короче говоря сто восемьдесят пять тысяч на всем поездить двадцать второй год джейл с 600 их у мать их 108 186 тысяч долларов и 315 пробег ребята 315 пробег я пока не могу сказать у меня я только приехал еще никого не знаю ни в этом салоне никак соответственно я не могу сказать можем ли мы купить эту машину просто без налога себе для вас например если вы закажете двухцветный вверх золотой низ черный очень красиво очень красиво просто бомба как красиво смотрится на самом деле отличие майбаха и джейл с 63 там разница получается ну примерно в тысяч двадцать тридцать долларов то есть уже можно реально себе наверное проще взять все-таки майбах и не париться шестьдесят третьем ну каждому свое безусловно ну 30 тысяч тоже деньги не маленькие поэтому можно сэкономить есть еще ягуар но сейчас не знаю если на него цена и гелик покажу сейчас сколько гелики ребята не слушайте пожалуйста никого россказни про то что они дешевые и можно купить их дешевле если он не убит и если он не ушатанный если он не какой-то там странный то у него достаточно высокая цена двадцатый год 25 ти премиум цена а есть цена 30 34 тысячи 22 тысячи пробег значит в чем специфика нашего замечательного города нейплс это не самый простой город надо признаться в этом здесь очень много людей покупают себе сильно на зиму дома и часто машины покупает только чтобы приехать и соответственно провести зиму поэтому иногда бывает если машина местная и у нее небольшой пробег а при этом она 20 или 17 года то скорее всего хозяин держал ее просто в гараже приезжая ну и потом когда у него закончился например договор лизинга он и просто взял и сдал обратно такое бывает ладно погнали с вами в ламбаргии салон посмотрим что там есть расскажем покажем будут ценники обязательно естественно покажу ну кстати вот здесь еще стоит у нас кулином porsche gts вот здесь это самая дорогая машина которая есть это у нас если не ошибаюсь а винда дождь посмотрим по моему да у пи 780 так ну давайте глянем давайте глянем на стоимость вам телефон ему на стекло не уронить 22 этого моргине авиантадор 780 и цена у нас ребята 729 тысяч плюс налоги то есть короче налоги давайте 10 процентов даже возьмем соответственно вот если покупать 800000 она обойдется здесь в сша вот чтобы вы понимали на это это у нас еще небольшой пробег 646 тысяч соответственно вот такой вот красавец ну мы с им просто полюбуемся руками трогать не будем вот и не знаю почему но вот лично у меня ламборгини вызывает больше эмоций чем ferrari хотя я понимаю что ferrari в чисто исторически более именитая чем ламборгини но сегодня они уже слились в одно главные конкуренты между собой и собственно говоря любители их делят так погнали дальше что у нас тут представлена я сейчас вылежу свой телеграмм сразу цены кто желает приобрести пишите отправим самолетом куда захотите двадцатый год huracan eva spider 7200 254 320 тысяч ну ну как вам вид а убойный на так здесь у нас комната для заказов видите вы можете здесь заказать себе все что хотите диски там но это все машины индивидуальный все то что где народ как будто блин все ходят и покупают каждый день ламборгини мне каждый раз в обещании шаг где народ где народ где народ нет народа кризис так двадцатый год алмардини huracan eva купе 9000 пробег 5 2 275 тысяч ну и урус ребята у нас есть специальный салон там продаются спорткары он как бы на самом деле без привязки к какому-то имени как-то называется чё-то на и посмотрим спорт или что-то такое не не помню как сейчас врать не буду у них в наличии наверное штук 8 я снимал уже не один раз и выкладывал у себя и в инстаграм ссылка кстати посмотрите ссылку у меня есть в комментариях на мой инстаграм и телеграм-канал нам тоже ссылка и в телеграм-канал где у них в наличии по восемь девять штук различных вариаций комплектации то есть если вы себе ищите под заказ дорога ой гет деньги так и так ребята смотрите я сейчас вам впервые кстати несмотря на это у них они с небольшими пробегами это означает что что можно купить без налогов это абсолютно новый ламборгини урус здесь у нас уже я как-то мне был большой обзор посвященный ламборгини урус и я рассказывал о нюансах и специфики показывал какие есть различные эти но мне кажется что те люди которые покупают такие машины они точно знают что они хотят и вряд ли их надо убеждать или с моей точки зрения с точки зрения человека который не владелец ламборгини рассказывать им ну мне кажется это неправильно знаете это как те инфо цыгане которые сами нихера не сделали рассказывают всем как надо заработать денег спрашиваешь а ты кто как он никак и поэтому я не сторонник то есть у меня да у меня есть 16 машин во владении которые я сдаю в аренду они разные разного этого я много перебрал здесь машину много ездил на разных машинах но максимальный уровень все равно это lexus бмв mercedes то есть таких суперкаров hypercar у меня лично здесь не было ну если не считать мой camara 50 по местным меркам в общем здесь видите даже руль еще то есть это это конечно это конечно другой совершенно уровень при этом ну лично мое мнение что в вот в этой огромной линейки коврик такой странный да в этой огромной линейке у нас все таки урус один из самых классных на мой взгляд при этом я понимаю что это ребята все знают что это концерт концерн все-таки volkswagen volkswagen group и соответственно все водятся видите это 7 23 то есть это прямо на вью-навью а volkswagen group доводчики двери есть наконец-то volkswagen group выпускает много классных автомобилей то есть по сути это у нас с вами что-то из разряда вот ну очень большой линейки это у нас и audi q8 это у нас и и вплоть до volkswagen туда ухода porsche понятно сегодня впереди планеты всей но дизайн он сильно радикально отличается и поэтому здесь безусловно ну стоит ли переплачивать да обязательно стоит конечно стоит и смотрите с экранами кстати первый раз вижу урус с экранами как бы даже в урус то есть не знаю про мне кажется насколько ну только если вы детей везете вот так ну не знаю конечно это все дело очень красиво а вот карта дверей здесь очень много нам с вами напоминает о volkswagen group я я имею виду по-хорошему напоминает поэтому все владельцы volkswagen в гордитесь и мне кажется что здесь безусловно здесь люди платят за технологии за короче за технологии которые проверены временем за марку которая именита которая завоевывала неоднократно кучу всевозможных призов на различных спортивных мероприятиях да то есть гонках и поэтому это другое то есть те люди простите да простят меня те люди которые пишут что я куплю китайцы не буду ради бога но всегда останутся люди которые будут ценить такие вот совершенно сумасшедшие красивые вещи понимая что за этим автомобилем стоит огромное прошлое именитое прошлое великие люди великие творцы великие инженеры великие бизнесмены и это другое это понимаете это это идеология которая ну многим она к сожалению сейчас говорю вообще принципе про многими это марки таки как бмв и mercedes она многим не ясна и по это кто-то и потерял по каким-то различным причинам то есть ну нет возможности да там денег но и говорить что фу это фигня китайцы ушли далеко вперед это ребята бред поэтому на бред мы как бы даже не будем никак реагировать вот в общем вот такие вам ценники на варенье если вам обещал еще показать от кстати сейчас пройду покажу вам кулина на и порошака на кулином есть ценник и покажу гелика безусловно да гелик покажу вам сколько стоит блин так заходим посмотрим там где у нас тут ну наконец-то у меня теперь появился здесь менеджер еще знакомый так что все хорошо познакомились он говорит на ходе снимая открывай смотри показывай народу так что народ двадцать третий год это новый двадцать три мили посмотрите 400 тысяч долларов и это мандарин это у нас мандариновый салон ух красавец ох красавец очень красивая машина ну а там у нас нету ценника поэтому ребята так ну сейчас я вам выложу еще все это дело в телеграм-инстаграм и пойду сниму вам геленвагена песни ценник ребят ссоре так что те кто смотрит телеграм те увидит первыми красоту и цены вот так вот делается это будущее таким вот образом ну для здравомыслящих людей для тех кто понимает и знает и кажется тут не надо показать они так все это знают и стараются конечно же бы следовать правильному правильному направлению все ребят пока пока увидимся а сейчас я покажу еще гелик до обещал цену показать ребята я всегда говорю когда снимаю машины это уже salt already salt вот так вот видите ну ничего вы пишите мы вам еще найдем если что что-нибудь вы говорите не покупают покупают как горячие пирожки очень быстро продаются такие машины так что пишите будем вам все находить все отправлять геленваген пошли поснимем ну и как обещал я просто уже остановился уже выезжал и думаю были не записал уже потому что то позвонит к ним ты еще чем такой отвлекаешься на забываешь поэтому темно-зеленый цвет конечно просто бомбы как это нереальная и это у нас с вами давайте посмотрим это у нас с вами двадцать третий год g550 пробег 3000 3 500 3 500 и пожалуйста вам 170 тысяч кстати шикарная цена ребята шикарная цена обычно и дороже бывает он посмотрите зеленым отливом то есть черный зеленый цвет более вот отсюда общем черный конечно просто бомба нереально очень красиво ребят я еще пока не знаю у меня пока не было с ними разговоров но я найду через знакомых кто собственник автосалона вот этого и постараюсь договориться если мы договоримся то можно будет у них машины вот такие выкупать без налога напрямую на экспорт то есть еще раз объясняю для тех кто в танке потому что некоторые пишут и живут сша потом как купить машину без налога ребят да никак в сша не купить машину знал только на экспорт только на экспорт ребята больше никак если вы покупаете для себя в платить и как бы весь налог полный есть безналоговые штаты но у вас должно быть айди то есть у вас вы должны там жить у вас должно быть айди там драйверу айсен страховка и так далее все в другом штате поэтому можно ли купить себе то машина на чита красавчики можно ли купить нет ни чита продается вот этот вот во всяком случае продается это у нас ох тонированный какой холм 23 год turbo с и 285 тысяч пробег 4 3 430 поэтому пожалуйста ребята не ну ну вы понимаете что когда на экспорт то вы налоги заплате в своей стране она экспорт пожалуйста покупаете без налога это не все иногда салоны не соглашаются продать поэтому имейте ввиду ох ладно все пока пока поехал я дальше